Здравствуйте, это программа Город Эсса, я Елена Чернявская. Проблемы трудоустройства молодежи – актуальная тема в современном обществе. Ведь они связаны с проблемами привлечения квалифицированных кадров и влияют на наше экономическое благополучие. Молодежь, будущее нашей страны, по логике, именно молодые специалисты должны быть наиболее востребованы при трудоустройстве. Одно из направлений работы молодежного центра «Самарский» – организация занятости и трудоустройства молодых людей от 14 до 30 лет. Говорим на эту тему с Ириной Емельченковой, специалистом молодежного центра «Самарский». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, как поддерживается сегодня наша дорогая молодежь? И скажите, пожалуйста, как будет организовано трудоустройство в осенний период? В данный момент мы реализуем активно две программы трудоустройства молодых людей, которые особо нуждаются в нашей поддержке. То есть одна из категорий – это молодые люди от 18 до 30 лет, которые имеют ограничения по здоровью. И вторая группа, наверное, самая многочисленная в нашем центре – это подростки в возрасте от 14 до 18 лет. То есть в этом году в связи с последними событиями мы чуть позже начали трудоустройство. Но сейчас в августе мы активно программу трудоустройства реализуем. И в осенний период мы откроем ее уже для трудоустройства в свободное от учебы время, уже, конечно, с более укороченным графиком. В рамках этой программы будут трудоустраиваться все желающие, но приоритет мы будем отдавать подросткам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. То есть это ребята из многодетных семей, из малоимущих семей, неполных семей, ребята, которые имеют инвалидность. И в особом статусе у нас подростки, которые состоят на учете в органах системы профилактики. То есть эти ребята трудоустраиваются в первую очередь, остальные по остаточному принципу. Скажите, пожалуйста, а эти ребята-то приходят к вам в центр? Они хотят работать? Им нужна работа? Они сами-то нуждаются? Ребята приходят, трудоустраиваются они охотно, работают не все охотно. Радует, что, конечно, большая часть ребят ответственно подходит к выполнению трудовых заданий и в целом трудоустройства. Но есть и те ребята, которым очень сложно дается выполнение заданий, очень сложно дается быть самоорганизованным, пунктуальным. И это вообще другой формат отношений. То есть все-таки они привыкли, что они под опекой находятся, что в школе, что под опекой родителей. А здесь они уже получают новый формат отношений работодатель и сотрудник. И для многих этот момент дается тяжело. То есть они не понимают, что такие моменты, там, забыл дома учебник, поэтому опоздал. То есть с работодателем это не проходит. То есть работодатель берет на работу сотрудника, и он ждет от него выполнения определенных функций. Но, тем не менее, с ребятами всегда проводим беседы перфориентационные. И вот с ребятами группы риска всегда проводятся предварительные мероприятия, то есть тренинги, мастер-классы, где мы им рассказываем вообще о процессе трудоустройства, что их ждет, чтобы они понимали вообще весь объем ответственности, который они получат, заключая трудовой договор. И пока это вот работает, этот инструмент действительно настраивает этих ребят на вот такой рабочий лад. Вот давайте как раз поговорим о процессе трудоустройства. Я знаю, что нужно пройти предварительно несколько этапов. Так вот давайте по порядку, с чего следует начать. Начинается трудоустройство со сбора документов, потому что труд несовершеннолетних граждан в нашей стране защищается активно. И для трудоустройства необходима медицинская справка, но это одно из основных документов, что мы должны понимать, что он годен к труду, либо мы должны понимать, какие есть ограничения. То есть у кого-то... По здоровью вы имеете в виду, да? Да, то есть у кого-то там аллергия, например, на пыльцу, и он не может работать по благоустройству территории. А другие, например, наоборот, на комнатную пыль, и тогда ему противопоказана работа в архивах, допустим. Так как они являются сотрудниками нашего центра, мы молодежный центр, одним из основных документов является справка об отсутствии судимости работника. Ну, несмотря на все сложности, все ребята научились через госуслуги заказывать. То есть и сейчас... То есть здесь проблемы составляют, да? Да, и для ребят, которым нет 16 лет, они берут согласие органов опеки и попчительства своего района. Но это из основных документов, не считая трудовые книжки, паспорт, СНИЛС и прочего. Собирая документы, ребята обращаются к нам в центр, они проходят небольшое такое собеседование со специалистом, мы уточняем, какую работу они могут выполнять, где они хотят работать, так как выбирают они вид работы. То есть направление какое указывают, да, деятельность, не просто я хочу работать и все, а, к примеру, ну вот какое-то все-таки направление и специальность указывают, да, и если, допустим, они учатся даже в среднеспециальном учебном заведении, то здесь уже можно и по профилю подобрать какое-то место работы, да? Да, но касаемо профильной работы здесь немножко сложнее, так как они подростки, несовершеннолетние, то есть они могут претендовать только на неквалифицированные виды работ, то есть поэтому мы направляем их в качестве помощников, помощника специалиста, помощника садовника, подсобного рабочего, упорщика территории или помощника вожатого, например, в лагерях дневного пребывания. В этом году тщательно подходили к выбору виды работ, потому что в основном были дистанционные виды работ, то есть только вот в августе сейчас мы открыли несколько мест по благоустройству территории, то есть для тех ребят, которые, ну, не готовы были работать дистанционно и вот ждали такие очные виды работ. Поэтому, так как это было очень специфический вид деятельности, то есть это работа, например, по каталогизированию каких-то документов, по переводу документов из печатной в электронный формат, одним из направлений была работа в социальных сетях, когда ребята писали контент-план, писали публикации, то есть и для многих, ну, вообще это было открытием, потому что сейчас работа в социальных сетях – это такой тренд, все мечтают стать блогерами, и здесь они в жизни узнали, что такое подготовить публикацию, то есть оказалось, что это не так просто бывает, что тратишь и не один день, и не всегда это получается качественно. Поэтому многие ребята, то есть иногда даже перемещались перед видами работ, вроде работа в соцсетях интересна, но, к сожалению, не пошло, не получилось. Многим посильно, да? Да, и, то есть, приходилось перенаправлять. Но это для них, безусловно, опыт, да, то есть это тоже такая профессиональная проба. Во-первых, сейчас на рынке такой бум удаленной работы, и им нужно привыкать и к такому формату, потому что такой формат, он останется далее с нами. Это во-первых. Во-вторых, сейчас даже многие компании оставляют часть своих сотрудников на дистанционке, то есть и для них это, безусловно, полезный опыт. И мы всегда с ребятами, когда заключаем трудовой договор, проводим установочную первую конференцию, и всегда первое, о чем мы говорим, как раз о требовании к удаленным работникам, что это не так легко, как кажется на первый взгляд. Это не вот посидел с телефончиком и выполнил работу. То есть это требует определенной самодисциплины, самоорганизованности, и это те качества, которые, если они действительно справляются с заданиями, которые им пригодятся и в дальнейшем. Ирина, я сейчас предлагаю посмотреть сюжет. Наш корреспондент в прошлый год приезжал в центр и, собственно, вот прям пошагово рассказал инструкцию, как нужно сделать, что нужно сделать, чтобы прийти к вам в центр, ну и, собственно, получить работу. И вот история нескольких наших самарских подростков в этом сюжете отражена. Давайте, пожалуйста, посмотрим. Ольга Степанова работает с 14 лет. Начинала с раздачи листовок летом. Теперь, когда ей исполнилось 16, пришла в молодежный центр для официального трудоустройства. Делится, мечтает работать в индустрии красоты. Почему ты решила в столь юном возрасте начать уже сейчас работать? Просто много свободного времени, и вот хочется его как-то занять работой, чтобы она была не только увлекательной, но еще был какой-то доход от нее, польза. Молодежный центр Самарский помогает найти всем несовершеннолетним работу. Вакансий больше тысячи – от помощника-специалиста до подсобного рабочего. Потребность растет в трудоустройстве с каждым годом. Каждый год у нас обращаются все больше и больше ребят за помощью в трудоустройстве. Очень приятно, что сейчас приходят, допустим, ну, понятно, не для трудоустройства, просто повысить, скажем так, свой профессиональный уровень, узнать, какие профессии востребованы на рынке труда. Больше ребят приходит именно по планированию карьеры, что востребовано, да. Больше ребят стало обращаться именно вот по выстраиванию каких-то целей, по целеполаганию. И мы, в свою очередь, как бы чувствуем, что какой запрос идет со стороны молодежи, поэтому стараемся разрабатывать более такие современные техники. Трудоустройство проходит в рамках программы «Молодежь Самары». Им это, конечно, очень хороший опыт, плюс материально-финансовую помощь, и родителям им, потому что они все хотят на что-то свое заработать. Подросткам, желающим найти работу, нужно прийти в центр и принести копии всех необходимых документов, в том числе трудовую книжку. Минувшим летом центр трудоустроил больше двух тысяч подростков. В целом за этот год в учреждение обратились около 15 тысяч человек. В большинстве случаев это юноши. Сотрудники говорят, раньше желание работать чаще возникало у девушек. Я пришла сюда для того, чтобы я могла найти себе какую-то подработку, которую я могу совмещать вместе с учебой. То есть 10 класс, плюс могу после учебы пойти поработать. В какой-то момент подумал, что надо самому начинать зарабатывать. Хотел накопить себе на новый телефон, не хотел ждать каких-то праздников, чтобы подарили деньги. Пошел в Самарский молодежный центр, работа была несложная. Работал с утра часа четыре, заработал себе на новый телефон. Чаще всего подростки идут работать, чтобы иметь деньги на карманные расходы. На сегодняшний день молодежный центр Самарский – единственное учреждение, которое имеет четкий профиль в организации занятости подростков. Центр работает по будням с 9 утра до 5 вечера. Ирина, я хочу поговорить с вами о проекте, который называется «Путевка в профессию». Расскажите, пожалуйста, о нем. И вот как выстраиваются вообще взаимоотношения работодателей с такими работниками? Этот проект мы реализуем достаточно давно, уже, наверное, шестой год будет в этом году. И мы реализуем его совместно с фондом «Самарская губерния», так как у них есть тоже опыт работы с такой группой ребят. И мы так делимся между собой опытом. Это программа для тех ребят, которые, во-первых, не получили образование, то есть у них нет профессии, они не знают, куда трудоустроиться. И в целом испытывают трудности при поиске работы. То есть в первую очередь она как раз ориентирована на выпускников детских домов, реабилитационных центров, на тех ребят, которые под опекой находятся, например, или где в семьях нет возможности обучить ребятам профессию. В рамках этой программы есть несколько этапов. Один из них – это подготовка как раз к трудоустройству и вообще вступление в программу. Потому что программа достаточно длительная. Начинаем мы набор где-то в сентябре-октябре, и только вот на следующий год летом ребята проходят стажировку. То есть это такой вот летний... Проходят стажировку на предприятиях. Да. Перед стажировкой есть еще один важный этап – это именно обучение профессии. Обучаем мы по рабочим профессиям исключительно. В этом году это автослесарь и пекарь, но из года в год профессии меняются, потому что все зависит от тех потребностей, которые есть у предприятий. То есть у тех предприятий, которые именно выступают партнерами нашего проекта. И в прошлом году мы, например, обучали по профессии электрогазосварщика молодых людей. И токарь профессия была. Для девочек предлагали профессии швея, например, один год. Но вот уже несколько последних лет, то есть вот пекарь пользуется популярностью среди молодых людей. После окончания обучения они... Как раз, да, мы сейчас видим, что они держат... Да, это выпускники этого года. ...дегумы, да. В этом году вот уже они завершили. И в данный момент, на самом деле, уже большая часть ребят даже прошли стажировку на предприятиях. И в дальнейшем их ждет трудоустройство. То есть стажировка как раз дана для того, чтобы работодатель мог посмотреть на молодого человека и понять, на что он способен, да, действительно ли может он выполнять поставленную задачу. Оплачивает эту стажировку фонд, то есть не предприятие. То есть мы вот в этом моменте решаем проблему как раз старта, да. Не все предприятия готовы брать на работу таких ребят, а мы даем им возможность, то есть вот посмотреть на них в деле. Хорошо. Вот профессиональное тестирование, как претенденты его проходят. Расскажите, пожалуйста. Вот мы сейчас видим как раз, наверное, тестирование на автослесарей. Вот получается это востребованная на сегодня профессия, да? Да, это экзамен на выпускной группы автослесарей. Автослесарь сейчас крайне актуальная профессия для молодых ребят. И самый, наверное, позитивный здесь момент, что не только востребованность есть у работодателей, но и интерес есть у молодых людей. Потому что мы часто сталкиваемся с тем, что потребности предприятия есть, а ребята не хотят идти. Вот здесь мы находим такой баланс между потребностями и желаниями. Скажите, пожалуйста, а вот что за документы они получают по окончании? И насколько он вообще котируется и где? Документы они получают государственного образца. То есть им присваивается разряд. Разряды всех разных, в зависимости от их успехов в обучении. И на самом деле от этого зависит их трудоустройство. То есть чем выше разряд, тем больше вероятность, что работодатель возьмет на работу. Скажите, пожалуйста, абсолютно ли все выпускники трудоустраиваются? Или все-таки есть небольшие исключения из правил? Есть ребята, но это скорее связано с обстоятельствами. Ребятам, которым 18-20 лет, бывает, что уходят в армию. И в год окончания программы не могут трудоустроиться. Девочки, кто-то уходит замуж, кто-то уходит в декрет. И бывает год-два они теряют. Но, тем не менее, потом выпускники наши обращаются к нам. Мы составляем им всегда резюме. Помогаем регистрироваться на сайтах о работе. Помогаем готовиться к собеседованию. Ну и в первую очередь направляем в те организации, которые выступают партнерами этой программы. То есть уже за эти годы сформировался такой клуб выпускников. И они, на самом деле, уже между собой общаются. Помогают друг другу трудоустроиться. И многие непосредственно уже возвращаются к нам и просят такой помощи, поддержки. И мы, конечно же, способствуем их последующему трудоустройству. А вот получение таких знаний способствует среди молодежи мотивации, что ли, поступления в высшее учебное заведение? Есть ли у вас такая статистика? Что вот вы так верно направили человека, именно помогли ему сделать выбор будущей профессии, и что он решил четко идти, получать высшее образование по той или иной специальности? В рамках программы путевки профессии мы не ставим такой цели сориентировать ребят именно на высшее учебное заведение. Здесь цель дать им профессию, подготовить их трудоустройство и трудоустроить непосредственно на предприятии. В рамках других наших программ и проектов, когда мы проводим мастер-классы, какие-то консультации, то бывает и так, что молодой человек испытывал сложности в обучении, что не хочу идти в 10 класс, выбирают более легкий путь, а это одна из ошибок выбора профессии, то есть уходить от возможных сложностей. И после мастер-классов говорят родителям, нет, иду далее, буду поступать в высшее учебное заведение. Но на самом деле здесь скорее не в профессиональной ориентации дела, а в интересах подростка. То есть если он говорит о том, что я хочу, например, заниматься программированием игр, то наша задача объяснить ему, что без высшего образования, то есть ему путь в эту профессию закрыт. Скажите, Ирина, а вообще молодежь сейчас охотно идет работать? Охотно. Очень многие ребята имеют хорошую мотивацию в плане, что в сложной ситуации помочь семье. То есть бывает, что родители в связи с пандемией потеряли работу, и таких ребят очень много, и они готовы помогать семьям. Кто-то уже ставит цель подготовиться к первому сентября, для кого-то кто-то хочет в отпуск поехать и хочет помочь родителям в этом плане. То есть мотивация у всех разная, но работать готова. Все-таки хочу задать вам вопрос об уровне зарплат. Понятно, что это не какие-то великие деньги, но тем не менее на какую хотя бы приблизительную сумму можно рассчитывать? В рамках программы трудоустройства несовершеннолетних граждан мы выплачиваем минимальный размер оплаты труда. То есть сейчас он составляет 12 130 рублей. Дополнительный центр занятости выплачивает им материальную помощь. Она меняется в зависимости от срока трудового договора. Ну и в целом очень важный момент. Не все ребята понимают, что это зарплата за месяц. В зависимости от того, сколько они работают, зарплата начисляется пропорционально отработанному времени. То есть она может сокращаться, если, например, договор был только на 2 недели в месяц. Хорошо. А вот норма работы, сколько часов, какие дни недели? Вот об этом, пожалуйста. Подростки работают 5 дней в неделю. Суббота, воскресенье, выходной. В данном случае, то есть когда работа осуществляется удаленно, они сами определяют начало рабочего дня. И когда работы очные, то есть традиционно в 8-9 утра начинается. Для ребят 14 лет рабочий день составляет 4 часа. Для 15 лет 5 часов и в пятницу 4. И для ребят 16-17 лет 7 часов в день. Это для каникулярного периода. То есть свободное от учебы время продолжительность рабочего дня сокращается. Ребята 14-15 лет работают 2,5 часа в день, в пятницу 2 часа. А ребята постарше 16-17 лет 3,5 часа в день. Спасибо, Ирина. Хочу еще поговорить о таком замечательном, на мой взгляд, проекте «Наставник», который вы реализуете. Расскажите, пожалуйста, об этом направлении работы. И, конечно же, в первую очередь, на кого он рассчитан. Проект «Наставник» ориентирован на ребят-воспитанников детских домов. В этом году у нас участвует в проекте детский дом «Центр Фроловой». И на самом деле проект вырос из опыта нашей работы с подобной категорией, потому что ребята достаточно сложные. То есть для них иногда требуется поддержка взрослого человека. То есть когда подросток попадает на предприятие, обычно к нему прикрепляется ответственный. И мы обратили внимание, что, сравнивая опыт трудоустройства этих ребят, что там, где вот этот ответственный сотрудник был достаточно участлив к судьбе ребенка, то есть помогал ему адаптироваться, может быть, где-то больше уделял внимания, чем другим. То есть вот у таких ребят, у них действительно впечатления о трудоустройстве были намного лучше, и они реально хотели дальше идти работать. То есть для них это было не просто получение первой заработной платы, для них это был действительно первый такой вот опыт работы. И мы решили для себя, что необходимо уже начинать работу не просто с соискателями, то есть со школьниками готовыми работать, но и с представителями предприятий. И радует, что сейчас таких людей на предприятиях становится все больше. То есть те, кто действительно хотят принимать участие в судьбе... Ну и воспитание в первую очередь молодежи, конечно, да? Конечно, сейчас на многих предприятиях реализуется программа социальной ответственности, и участие в подобных проектах для них тоже, ну вот такой момент про социальную ответственность. И мы в рамках проекта проводим подготовительные семинары уже для наставников, где мы рассказываем о том, как необходимо взаимодействовать с такими ребятами, какие сложности могут возникнуть, потому что они могут не приходить на работу, могут грубить, да, могут проявлять какие-то вредные привычки, и со всеми этими ситуациями приходится работать, чтобы это не было так, что я не буду больше с этим ребенком сотрудничать, а чтобы действительно взрослый ответственный человек был готов и к такой форме взаимодействия. Вот сейчас уже проект, ну такой финальной стадии, то есть обучение прошли и наставники, и подростки, подготовку прошли, и сейчас уже подростки отправились на работу, и мы вот наблюдаем за тем, как происходит взаимодействие. Ирина, расскажите, пожалуйста, насколько сейчас помогает ярмарка вакансий при трудоустройстве молодежи? Ну, к сожалению, в очном режиме ярмарки давно не проходили, то есть в основном все мероприятия подобного плана проходили в онлайн-формате. Ну, скажу честно, если вот сравнивать именно результативность как трудоустройство, то есть количество закрытых вакансий и количество трудоустроенных, у дней карьеры ярмарки вакансий у них не такая большая эффективность и результативность. Цель таких мероприятий немножечко другая. Для работодателей это возможность сформировать HR-бренд, это возможность пополнить кадровый резерв своей компании, своей организации, посмотреть на выпускников. Например, если ярмарка вакансий проходит в учебном заведении, то есть оценить их профессиональный уровень, то есть может быть какие-то уже планы сформировать после дня карьеры. А для молодых людей здесь немножко другая цель. Так как ребята на рынок труда чаще всего выходят как чистый лист, то есть для них сложно. То, что для нас кажется, понятным делом, куда пойти искать работу, как составить резюме, для многих ребят даже сложно, например, зарегистрироваться на сайте вакансий. Они не знают, куда даже вбивать в амилю и отчество. Ну, я хочу сказать, что в этом вопросе вы опять же приходите на помощь и составляете резюме онлайн, гикаре-карьеры, профконсультации. Ведь это же тоже ваша каждодневная работа. Да, и как в рамках мероприятий подобного плана, как дни карьеры, так и в рамках повседневной деятельности мы проводим консультации и по планированию карьеры, где мы общаемся на тему целей, именно к чему я хочу прийти и как мне к этой цели прийти, то есть какое образование получить, в какую организацию мне нужно пойти работать, чтобы получить необходимый опыт. У нас есть отдельная консультация по резюме, по составлению. Сейчас она проходит, как и все другие, в онлайн-формате. С сентября мы запускаем уже именно онлайн-консультации профориентационные, то есть до этого мы проводили только тестирование дистанционное. Сейчас уже можно будет... Поняли, что это востребовано, да? Это на самом деле востребовано всегда, и сейчас уже соскучились, наверное, ребята по общению с профконсультантами, им это важно, поэтому с сентября мы с помощью средств видеосвязи будем и организовывать такой тип консультации. Любой желающий может обратиться и получить на выходе из нашего центра готовый резюме, готовый профессиональный план и заключение о профессиональном типе личности. Ирина, я знаю, что вы работаете в молодежном центре «Самарский» психологом. Скажите, пожалуйста, часто ли обращаются к вам подростки именно за психологической помощью, может быть, определиться, адаптироваться к той или иной профессии, да и просто за добрым человеческим советом вот куда пойти, в какое направление выбрать с работы? Ну, профконсультации – это одни из самых популярных консультаций в нашем центре, и вообще на любые мероприятия к нам всегда очень большое количество желающих, потому что мы готовим мастер-классы на актуальные, интересные темы, да, то есть мы всегда даем какую-то практическую информацию, которую ребята могут в дальнейшем использовать. Она у вас современно актуальна, да? Да, конечно, то есть все специалисты нашего центра всегда переобучаются, всегда в тренде, всегда взаимодействуем с работодателем и следим за последними трендами на рынке труда. Да, помимо прочего, мы привлекаем работодателей к проведению подобных мастер-классов и радуются, что откликаются и готовы, то есть обучать ребят, подготавливать ребят к выходу на рынок труда. И главное, что для ребят это полезно. Да, то есть вот это вот погружение в процесс трудоустройства, когда мы рассказываем о резюме собеседования, о том, какие качества нужны сейчас специалисту, ведь в связи вот с переходом на удаленную работу стали важны совсем другие качества, нежели которые были важны раньше. То есть сейчас наконец-то стали больше внимания уделять развитию soft skills, да, от профессиональных навыков, то есть то, чему не научат там в колледже, в институте, в школе тем более. Да, но там то, что придает ценность любому соискателю. И в завершении нашего разговора также хочу поговорить о проекте совместно с Федерации профсоюзов Самарской области, город-профессии. Вот что важно и нужно отметить здесь? Этот проект скорее новый инструмент профориентации для подростков. В рамках него мы начинаем съемку ролика о востребованных профессиях региона, где мы расскажем о молодых специалистах, которые добились уже успеха на самарских предприятиях. То есть здесь основная задача проекта не просто профессиональная ориентация, а ориентация именно на потребности города. То есть чтобы ребята обучались на те профессии, по которым они после окончания учебного заведения смогут найти работу. То есть в тех профессиях, в которых они будут успешны. Ну что же, и, наверное, еще о каких важных направлениях вашей работы следует отметить? Я, наверное, в свою очередь должна только пригласить ребят на наше мероприятие, потому что всегда мы говорим о том, что нужно проявлять, занимать активную жизненную позицию и работать над собой, начинать уже с школьной скамьи. Всегда можно найти мероприятие нашего центра у нас в группе ВКонтакте или на нашем сайте. Запись не требуется, потому что сейчас это проходит в формате первых эфирах. Эфиры мы всегда сохраняем, поэтому задача ребят быть, наверное, только активными и принимать участие. Ну что же, спасибо вам большое. Благодарю вас за интересную беседу. И спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город тест». Ну а если вы, подросток, школьник, хотите заработать и хотите заработать честно, обратитесь в Центр молодежный «Самарский», и вам непременно помогут профессионалы. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!